Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня обсуждаем график Ethereum. Текущая цена 1636 долларов и там 10-15 центов. Месячный таймфрейм, хорошо знакомый нам график. Мы знаем, что в конце 2021 года, точнее в ноябре, началось вот это снижение. Стабилизация началась прошлым летом. Вот здесь после этой мощной медвежьей свечи произошел отскок и затем формируется череда из свечей, которые, грубо говоря, движутся вбок. У них максимумы на одном уровне и минимумы на одном уровне. Текущая январская свеча имеет бычье тело. Видно, что вершина или текущий максимум на уровне предыдущих, текущий минимум тоже на уровне предыдущих. То есть подтверждается вот это боковое движение или стабилизация. Конечно, если рассмотреть последние свечи, здесь происходит бычье поглощение, но до конца месяца еще одна неделя. Так что давайте подождем, посмотрим, если произойдет действительно это бычье поглощение. И если оно произойдет, оно в очередной раз подтвердит, что здесь есть хорошая поддержка. И эта поддержка в пределах, получается, вот этой вершины, которая сформировалась во время предыдущего бычьего рынка. То есть вот та вершина, она сейчас оказывает поддержку цене. Мы это неоднократно обсуждали. Недельный таймфрейм, зигзаги, движение вниз. Вот здесь происходит текущий отскок. Видно, что у последних свечей есть бычье тело, плюс минимумы повышаются и максимумы. Это подтверждает тот факт, что есть некая такая покупательная сила, которая подталкивает цену. На самом деле, что я хочу отметить, на что я сейчас обращаю внимание на недельном таймфрейме, это если мы перейдем на линейный график. Вот практически предыдущие падающие вершины. Вот здесь вершинка, здесь вершинка, здесь вершинка и падающие впадины. Сейчас текущая цена практически тестирует предыдущую вершину. Очень важно, если она сможет перешагнуть предыдущую вершину, если затем начнут рисоваться впадины выше предыдущих. Если это подтвердится, то это будет подтверждать тот факт, что скорее всего здесь формируется впадина. Впадина на тяжелом графике. Так что я за этим слежу. Дневной таймфрейм, 3 скользящие средние. Вот видно 30-дневная или месячная, которая после падения начала двигаться вбок. То есть это подтверждает боковое движение в краткосрочной перспективе. Цена на данный момент находится выше этой скользящей средней, ну чуть выше. 90-дневная или трехмесячная или квартальная. Тоже практически падала. Сейчас пытается начать двигаться вбок. Хороший факт, что быстрая перешагнула медленную. То есть это подтверждает появление поддержки на данный момент. И если этот отскок продолжится, то ближайшая цель это годовая скользящая средняя. Вот она годовая скользящая средняя, которая все-таки продолжает снижаться, которая все-таки выше цены. То есть на тяжелом таймфрейме получается все еще преимущество медведей. Но если рано или поздно цена перешагнет в зеленую линию, это будет подтверждать или увеличивать вероятность того, что здесь формируется практически впадина. И на четырехчасовом таймфрейме мы отслеживали все вот эти зигзаги вниз. Сопротивление, которое потихонечку график ломал. Вот это сопротивление, оно было сломано. Даже если его вот так нарисовать, тоже было сломано. Видно, что уже текущая цена по-любому сломала вот это сопротивление. Но для того, чтобы сказать, что на четырехчасовом таймфрейме начинает формироваться бычий сигнал, как мы и ранее говорили, нужен отскок вверх. На самом деле он уже происходит, но после этого нужно движение вниз, за счет которого все-таки цена не упадет ниже предыдущей впадины. И если потом происходит отскок, за счет которого будет обновляться последняя вершина, или в частности уже вот эта вершина, то зигзаг вверх или череда из повышающихся впадин и вершин будет подтверждать тот факт, что здесь начинает формироваться дно, и что на коротких таймфреймах может сформироваться маленький восходящий тренд. На данный момент у меня на этом все, друзья. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом по графику эфириум в качестве комментариев ниже этого видео. А так я вам всем желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.